Более четверти века назад на Чернобыльской атомной электростанции случилась авария и беда постучалась в сотни домов. В ликвидации последствий аварии, вошедшие в число самых крупных катастроф техногенного характера в истории человечества, принимали участие люди самых разных специальностей, пожарные, военнослужащие, энергетики-атомщики, инженеры-конструкторы, строители, простые рабочие колхозники в экстренном порядке, мобилизованные советским руководством на устранение последствий аварии. Этим людям, а их по самым скромным подсчетам было не менее 90 тысяч человек, пришлось тушить пожар после взрыва, выполнять работы по дезактивации помещений и промплощадки станции, загрязненных территорий вокруг нее, проектировать и строить объект укрытия, готовить и осуществлять послеаварийный пуск блоков атомной электростанции. Сегодня, несмотря на сложности военного времени, большая часть ликвидаторов и их семьи остались в родном городе. Они принимают активное участие в общественной жизни, занимаются возрождением организации и сохранением чернобыльских традиций. Наряду с 26 апреля, который является Днём памяти, в календаре памятных и праздничных дат появился ещё один праздник – День чистования ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции, которая отмечается 14 декабря. Накануне этой даты, 13 декабря, к памятнику ликвидаторам Чернобыльской катастрофы возложили цветы. По случаю Дня чистования участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, в церемонии возложения приняли участие руководители организации «Союз чернобыльцев» и ликвидаторы аварии, а также жители города. Руководители организации поздравили чернобыльцев с их днём, пожелали им крепкого здоровья и решения всех проблем. В 1986-1990 году участвовали в ликвидации величайшей аварии планетарного масштаба. Я благодарю, что вы сегодня откликнулись, чтобы прийти к нашему памятному знаку, знаку, который отдаёт честь, мужеству и доблести гражданам, которые сегодня проживают в нашей республике, в частности в городе Донецке. Я хочу пожелать вам всем крепкого здоровья и семейного благополучия. Я думаю, что этот день и последующие дни наши жители Донбасса отблагодарят нас разными мероприятиями, которые состоятся в наших районах. Я ещё раз от души вас благодарю, что вы присутствуете здесь и желаем нам чернобыльского семейного благополучия. Уважаемые наши побратимы, наши ликвидаторы, сегодня мы здесь у памятного знака, как и по всем городам, районам. Люди чествуют своих ликвидаторов, спасителей, которые сегодня, как говорится, защитили, не пролив крови. Мы сегодня должны отдать дань памяти тех, кого нету с ним, и те люди, которые сегодня с нами, мы должны о них помнить. Я хотел бы, чтобы эти наши встречи возле этого памятника, они были ежегодными. Конечно, к сожалению, становится у нас меньше и с каждым годом. Но, тем не менее, мы сегодня готовимся и к 30-й годовщине в следующем году, в апреле месяце. Что касается проведения городских мероприятий, посвящённых Дню чествования ликвидаторов аварии на ЧАЭС, по традиции, 14 декабря к памятнику ликвидаторам чернобыльской катастрофы будут возложены цветы, а в учебных заведениях, учреждениях культуры города пройдут встречи с участием тех, кто принимал участие в ликвидации самой страшной техногенной катастрофы во всём мире. Редактор субтитров А.Семкин